Жительница Старого Оскола, участница Великой Отечественной войны Антонина Мироновна Винницкая накануне отметила 100-летний юбилей. В этот день она принимала поздравления от родных и близких, соседей, а также представителей пенсионного фонда и управления соцзащитой населения. Имениннице вручили поздравительный адрес от президента Владимира Путина. Памятные подарки, цветы и пожелали, чтобы этот юбилей был не последним. Антонина Мироновна прошла долгую, насыщенную жизнь. Познала не только много радостного и интересного, но и пережила немало потерь и разочарований. Родилась в Волгоградской области, бывшей Сталинградской. Восемь лет осталась сиротой. Когда началась война, как и все, пошла добровольцам на фронт. На войну попало. Немцы же уже в Сталинград вступали. Пришли военные. Майор говорит, хотите на важный? Я говорю, нет. А потом испугалась. Что значит сказать в военное время? Нет. Взяли нас всех. Мы охраняли всевозможные склады. Нас перевозили в товарных вагонах, наложенные чуть ли не до потолка, со снарядами. Вот этой самой 120 миллиметров. Не дай бог попало, бомбил их. Не хотели они уходить из Сталинграда. Войну Антонина Винницкая закончила в Чехии. Была удостоена множество наград, среди которых медаль за победу над Германией, за оборону Сталинграда. Именинница в свои сто лет бодра и довольно активна. Самостоятельно управляется по дому, ходит в магазин. В этом, пожалуй, и есть секрет долголетия. Ни минуты без дела, говорят её родные. У Антонины Мироновны двое детей, четверо внуков и четверо правнуков. Со всеми она поддерживает очень тёплые отношения. И непременно от каждого из них в свой юбилейный день рождения получила поздравление. К слову, сегодня в Старом Осколе проживает 298 долгожителей от 90 лет и старше. Семеро в 2016 году отмечают столетний юбилей.